Здравствуйте! На библейский портал Экзегет пришел вопрос. Как раньше на Руси молились безграмотные люди? Апостол Павел говорит, всякую молитву и упрошение молитесь во всякое время духом, и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Конечно, в древности, до распространения книгопечатания, а для простых людей вообще до начала печатания дешевых изданий, это самый конец XIX века, молитвослов мог быть, допустим, только у священника, у боярина, у епископа, у богатого человека. Потому что особенно переписанный от руки текст, иногда, вот как мы знаем, Евангелие на престольной в храме могло стоить дороже, чем построить сам храм. Так дорого это ценилось. Конечно, они не могли иметь дома тексты, чтобы их читать, но память у людей была совершенно другая. Мы в житиях святых и древних русских находим большое число напоминаний о том, что люди, например, наизусть знали псалтирь. И ежедневно его прочитывали подвижники. Миряне знали очень много псалмов наизусть. Иисусова молитва, молитва Богородицы или какую-то другую молитву, молитву Отче наш, знал каждый человек. И вот эта практика чтения коротких молитв, погружения в смысл этой молитвы. Это очень древняя практика. Обратите внимание на 24-численные молитвы Иоанна Златоуста в чине молитв на сон грядущем. Он предлагает в течение суток по часу каждую из этих молитв читать. Известно, например, что преподобный Иоанн Кассиан Римлянин, это святой 5 века, первой половины 5 века, он обходил в паломничестве все палестинские и египетские монастыри и, вернувшись к себе на территорию современной Италии, основал там большинство монастырей и дал им устав, который переменен был только уже после Венедикта Нурсийского, то есть после 8 века. Так вот, в этих монастырях короткой молитвой была не Иисусова молитва, а стих из псалма Давида «Боже, в помощь мою вон ми, Господи, помощи ми почися». И вот люди практиковали погружение в молитву в разных местах, в разную молитву. Но вопрос ведь о количестве молитвы, о том, сколько человек времени посвящает молитвенному труду. И, конечно, о том, о чем преподобный ангелийствичник говорит, что причиной качества молитвы является ее количество. То есть, когда человек трудится в молитве, она начинает быть глубокой, человек начинает слышать Бога, начинает услаждаться этой молитвой. И уже неважно, есть ли у него текст перед глазами или нет, важно, насколько у него навык сосредоточения и погружения в молитву. Более того, короткая повторяемая молитва, она больше этому способствует, чем молитва по большому разнообразному тексту. Поэтому наши предки, не имея в руках молитвословов, они совершенно не были ущербны по сравнению с нами как-то в отношении тех плодов молитвы, которые они могли получить от Господа. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok